Приветствую вас. Давайте разберем наш вопрос. Почему у меня все время крутится один и тот же человек, с которым мы работали? Ну, имеется в виду в голове. Я начал работать очень хорошей, но по старой очень скучаю. Не знаю, почему он крутится, как навязывая идея и как избавиться. Ну, я думаю, что здесь ситуация достаточно проста. Технически. Вам, чтобы приблизиться к пониманию того, почему крутится, достаточно просто представить этого человека. Достаточно просто его представить. Достаточно просто вызвать за себя в памяти его образ и заметить то, какие чувства вы будете при этом ощущать. То, что вы будете чувствовать. Понимаете, все человеческие, так скажем, потребности, все человеческие, так скажем, желания, они завязаны на состояниях. То есть мы хотим определенного состояния. Мы хотим состояния сытости, мы хотим состояния тепла, мы хотим состояния эйфории, мы хотим состояния удовлетворенности и мы не хотим состояния фрустрации. То, о чем говорите вы, это стремление к определенному состоянию. Но, естественно, не совсем понятно и не совсем очевидно, что это за состояние такое сейчас. То есть, что это за состояние, к которому вы тяготеете на данный момент времени. Непонятно, что это за состояние такое сейчас. Нравится ли вам, например, чувство защищенности, нравится ли вам, например, чувство уверенности, нравится ли вам какое-то еще другое чувство. Тут может быть очень много разных нюансов. И поэтому, в первую очередь, крайне важно постараться увидеть, что же это за состояние, к которому вы тяготеете. Что оно, это состояние, из себя представляет. Чтобы понять, как же вам этого состояния достичь. Вот вы говорите, вы говорите. Я хочу избавиться от этих навязчивых мыслей. Желание понятно. Особенно, если вас оно, ну вот, как-то беспокоит, да. Желание более чем понятно. Давайте посмотрим, по крайней мере постараемся посмотреть. Правда в глаза. Ведь это желание не возникло на ровном месте. Оно появилось в результате какой-то вашей потребности. Так давайте попробуем понять, а что это за потребность такая. Чего вам хочется? Чего вам не хватает? Какое состояние, какое бы, какое свое состояние вы бы могли назвать дефицитным? Или дефицитарным? Как некоторые люди его называют. А в результате чего это состояние стало для вас дефицитарным? Например. То есть, как так получилось, что это состояние стало для вас дефицитным? И, казалось бы, все просто. Казалось бы. Казалось бы, все просто. Нужно увидеть свое состояние и выработать план и модель того, как я буду к этому состоянию самостоятельно приходить. Но здесь есть ряд нюансов. Во-первых, данное состояние, поскольку оно вами связывается, сейчас уже совершенно очевидно, с определенным человеком, с другим, скажем так, человеком. Данное состояние несколько искажает ваш образ, образ себя. Вам с высокой долей вероятности не понравится то, какой вы будете выглядеть в этом состоянии. Признав за собой факт существования этого состояния. И вам будет неприятно, у вас будут включаться механизмы защиты. А это значит, что потребуется поддержка и помощь психолога. Вот, собственно, здесь и кроется тот момент, где нужна помощь вам. Где нужна помощь психолога. Потому что самостоятельно справиться с этой ситуацией вам тяжело. Вот такой в данном случае получается ответ, как мне кажется. Да, я думаю, что совершенно понятно и очевидно, по крайней мере, я очень на это надеюсь, что избавляться, именно вот избавляться, ни от чего не нужно. Принимать. Учиться использовать. Да, это необходимо. Но и самостоятельно вам это сделать. Очень будет непросто. Вот. Поэтому, выбирайте себе психолога и начинайте работать, чтобы изменить свою жизнь и стать более, скажем так, свободным. У вас, можете мне поверить, для этого есть все шансы. Но если вы свой вопрос задаете просто так, без готовности к индивидуальной работе, то все останется как прежде. Более того. Ситуация может даже повториться. Я не думаю, что это то, чего бы вы для себя хотели. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго.